всем здорова вот обзор еды снова еда человека раз в полгода примерно ездим и в макдональдс вот сейчас съездили в макдональдс закупили там еды сейчас буду тестировать потому что ну по идее ну чё всем известно еда из макдональдса непонятно вообще кому она бывает интересно но у кого не посмотрю из обзорчиков еды все жрут эти макдональдсские шняги там всякие гамбургеры чизбургеры и тому подобное ну и я тоже решил короче раз уж в полгода раз бываю там решил закупить вот смотрите на 600 рублей на 584 рубля взяла чикен бекон big tasty картофель фри стандартный макфлури шоколадно-карамельный но он уже закончился правда и биф ролл все вышло на 600 рублей примерно то есть напитки всякие мы не брали но этого реально хватит ну трем здоровым людям нормально покушать и зарядиться энергии надолго поэтому в принципе по 200 рублей не так уж это и дорого вот чем чем хорош макдональдс то что там в принципе в любом городе в любом месте ты знаешь что ты будешь есть за какую цену то есть не так что пришел забегал его и может быть отравит тебя там а может быть реально что-то вкусненькое покушаешь может дорого может нет тут ты всегда точно знаешь что ты можешь взять два пакет оса да что и как это будет на вкус сейчас буду буду поглощать и вам расскажу себе взял в первую очередь чикен бекон из макдональдсской жертвы а его больше всего люблю он здоровый вкусный интересного вкуса ну потому что там бекон добавлен вот ну то смотрите картофель фри вся шняга короче да самое главное не брать напитки потому что напитки там всегда жутко холодные до хера льда туда еще кладут на обязательно говорить чтобы лед не положили вот и при этом при всем очень дорогие что чай там рублей 60 по моему стоит но я практически никогда не беру в макдональдсе напитки вот что как у кола пепси кола там стоят тоже рублей по 60 по 80 вот ну и еще ролл тоже попробуем ну как он называется биф ролл по моему тоже он такой ады чеки же написано да биф ролл тоже он такой здоровенький я обычно вот если я в макдональдсе я беру что-то одно либо от биф ролл к примеру да либо чикен бекон либо big тесте сколько здесь у нас 2 2000 килокалорий смотрите так ну-ка 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 сейчас поглядим реально что ли 2000 килокалорий а нет 520 520 килокалорий с учетом того что ну человеку ну реально на 1002 в день килокалорий то есть это четыре вот таких вот штуки съесть и больше можно ничего не есть поэтому очень удобно где-то в командировках там еще где-то быстро пожрать забежать куда-то вот как раз биф ролл съел или он чикин бекон тоже огромный ну-ка сейчас посмотрим сколько он по энергетической ценности 680 его еще питательнее чем биф ролл так а стоит у нас чикин бекон 136 биф ролл 139 биг тесте 168 биг тесте наверно еще здоровее можно 2 биг тесте съесть и целый день будешь сытым главное не пить всякие напитки ну ладно будем есть ставим пока паузу будем ну вот вот такой вот биф ролл у нас чай мы будем его поедать неудобно конечно машине надо было поди к дома поесть но в любом случае вот так он выглядит типа булка даже с какими-то кусками то ли бекона то ли еще с какой-то шнягой что там у нас есть у нас тут есть салат то ли капуста то ли чё здоровенная вроде как куриная котлета куски бекона сверху ну такого знаете бекона который продается в магазине он ядрено прямо соленый ядрено беконистый короче такой такое ощущение что темно здесь очень машине у меня вот ну будем поедать майонез тут еще сыр не пойми то ли плавленый то ли обычный прикольно что вот эти кусочки какого-то непонятно вяленого мяса еще хрустят и по-моему обсыпка у куриной котлеты тоже хрустит так что здесь у нас якобы лук ну и всякая другая штука вот сочная куриная котлета сыр со вкусом бекона а так тут сыр со вкусом бекона а не бекон что ли салат жареный лук бекон и пикантный соус с ароматом бекона на оригинальной квадратной булочке с кунжутом и кусочками бекона ну вот все вот это вот расписание конечно рекламное в принципе более менее вкусный бутерброд здоровенный у американцев видимо очень широко открываются рты раз они делают такие толстенные бутерброды ну в принципе вот так он выглядит думаю все вы в курсе как он выглядит и как он на вкус что-то бекон особо не чувствуется тут видимо забыли его подложить а нет есть есть парочка парочка листиков тоненьких листиков бекона хорошо нет кетчупа он бы тут был уже лишний то обычно половину съедаешь уже наедаешься в общем ладно буду поедать вот так еще раз покажу такая шнага за 136 рублей в принципе чтобы наезд и получить ну треть практически килокалорий дневных в принципе нормально при том что везде одинаковые стандарты по вкусу поприезжали бы в другой город чтобы точно быстренько поесть и не промахнуться вот неплохой рецепт ну просто иногда хочется говорю раз в полгода люблю отведать что-то что-то в этом роде ладно всем пока всего хорошего обдавайте нам подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии ну и всего хорошего ну вот я уже переместился в домашние апартаменты потому что в машине все-таки есть не очень удобно картоха кстати вот с момента покупки картофель фри короче в макдональдсе один вкус приносишь домой совсем другой картофель вообще паршивый становится ну и эти тоже кстати что касается чикен бекона чикен бекона вот его вкус не очень сильно меняется но какое-то мясо становится непонятное кстати говоря он не острый соус очень сильно напоминает майонез слегка сладковатый такой ну и вот соответственно бекон видите маленький тоненький такой но вот этой куриной котлете такая обычная шняга теперь же я продолжу поедание этого самого биф ролла вот так он выглядит внутри тут котлеты якобы из говядины ну даже больше не котлета просто какие-то куски нажареного фарша потом кусочек сыра эти сбоку ну еще и такая тоже там сыр у нас сыр зелень сыр зелень и говяжья типа котлеты даже не котлета говорю как бы пласты фарша нажавенные такие завернутые вкус конечно отличается от чикен бекона в первую очередь за счет говяжьей котлеты как по мне так она вкуснее вкус мяса совсем другой вкус как вот котлету в тесте покупали если когда-то в детстве там ну не знаю в столовке вот вкус котлеты именно такой как в обычной поширеньки котлете в тесте сыр несмотря на свое наличие ну я бы сказал что не чувствуется вовсе зелень чувствуется ну и бифровым как-то поострее чем чикен бекон даже не то чтобы как-то заметно поострее особенно потом когда прожуешь он же такой довольно острый но дома всегда есть чем запить поэтому ничего страшного тем более острый я люблю ну говорю он острый не тогда когда ешь а вот когда уже прожевал все у тебя вкус практически прошел и ты понимаешь что он острый начинает вату гореть как бы потом разгоняет что-то тут вываливается ну в конце видно что тут уже в основном лук какая-то непонятная зелень и что-то типа майонеза опять же ну тоже какой-то соус вон туда все ну пока вот такие бутерброды в общем дошел до меня еще биг тесте биг тесте мы ну как бы с женой решили они все здоровые такие бутерброды поэтому мы все поделили пополам ну чтобы все попробовать и то и другое вот и ну и пополам грубо говоря съели все это дело вот поэтому сейчас я вам расскажу про биг тесте вот я свою половинку шахау употребляю котлета здесь такая же как и в этом биф роли тоже вроде как говяжья плюс еще лук довольно много лука чувствуется здесь чего-то у нас еще есть нежный сыр эмменталь ну все эпитеты конечно рекламные короче сыр который тоже не чувствуется вообще никак ломтики свежего помидора что-то я не нашел ломтиков свежего помидора но они где-то видимо промелькнули салат и пикантный соус на булочке с кунжутом но булочка с кунжутом и никак никого не удивишь короче лук чувствуется лука до хрена и слегка подгорелая говяжья котлета блин лука чуть ли не полголовки короче запихнули одним куском сыр присутствует но очень не ощущается по вкусу биг тесте кстати сколько он по калориям не написано не написано на коробке но я даже думаю что калорий 500 минимум а то и 600 как и в этом чекен беконе но если расстояниваете три блюда то самый вкусный чекен бекон потому что такой интересный вкус у него бекона ну вообще как то побольше салата в нем и бик тесте и биф ролл примерно одинаковые по вкусу просто разные разные хлеб в биф ролле это лепешка а в биг тесте это стандартные булки честно говоря вот если прямо самый-самый-самый вкусный бутерброд бать то в бургер кинге я брал какие-то тоже роллы там хрустило что там ну такой интересный барбекю что ли ролл барбекю или как-то так назывался он мне больше всего нравился из всех вот подобных изделий буржуйской кулинарии ладно потом доем уже не лезть если честно просто чтобы уже вам свое мнение обо всех этих вещах коробочка вот красивая а сами бутерброды ну на один раз потому что потом уже понимаешь то ничего выдающегося и ничего такого что знаете ну как в хорошем ресторане у тебя есть любимое блюдо и ты прямо наслаждаешься каждый раз когда его ешь здесь же оно не так один раз попробовать а потом ешь уже как какую-то такую самую среднюю обычную еду ладно всем пока пока